Девочки, привет! Хочу чуть-чуть дополнить видео про загар, потому что мне показалось, что я очень сумбурно рассказывала про всё то, что я хотела рассказать про загар и как я это делаю в отпуске, но потому что, правда, мозг отключался. Но важно, я считаю, очень важно рассказывать про то, как загорать и как правильно и какие есть меры безопасности. Вот смотрите, сейчас вот так я выгляжу спустя неделю после того, как я вернулась. И в этот раз я совершенно по-новому пошла, подошла к загару. Я была в Турции совершенно случайно, как бы экстренно туда просто уехала. И почему-то мне пришло в голову сделать вот этот хамам их. Но больше всего я хотела именно скрабирование сделать, потому что они сами рассказывали, что кожа загорает красивее, она будет блестеть и быстрее загорать в том числе. И, честно говоря, это правда. Это правда. Я не сразу, конечно, это поняла, но вот вернувшись, включив мозг, я поняла, что, смотрите, вот кожа, вот это сейчас блестит она сама по себе. Да, лицо, я сейчас расскажу, что я с ним делаю, потому что, конечно же, очень быстро все смывается, и это очень жалко. Но сначала начну с того, чем они, они турки, проскрабировали. Вот такая вот варежка, я, конечно, целую упаковку взяла. И уверена абсолютно, что, как фокус, вот, она такая чуть-чуть, чуть-чуть, как полотенчик, а только амбразивная такая штолька. Она какая-то пожестче. Но я считаю, что можно и обычным скрабом просто перед отпуском пройтись и уже приходить спокойненько загорать. Но в целом, если это какая-то там турция, то можно провести эту процедуру, и реально очень классно ложится все. У меня, когда я была месяц на Бали, загар был не такой. То есть, как бы, я месяц была, и приехала такая же темненькая. А тут я за недельку, потому что я уже на пятый день была прям, прям шоколадочка. И выглядит вот прям здоровым таким загаром. Так вот, отбросили варежки. Лицо. Лицо – это вот, конечно, история, которую очень страшно, очень страшно загорать, лично мне. И очень страшно загорать, когда ты с родинками совсем. Поэтому эти вещи стараемся защищать вот той же пятидесяточкой, про которую я говорила. Лицо. Мы его умываем очень часто, да, утром и вечером. Поэтому, конечно, загар максимально быстро снимается. И для этого в Москве я использую вот такую штучку автозагар. Клоранс. Видно? Видно. Он прям Edition Concentrate Eclat называется. Golden Glow Booster. Вообще спасение в течение года просто колоссальное. То есть мы это можем добавлять в крем. Я про этот уже рассказывала. Как его показать? Вот. Не важно. Просто легкий крем. Мы на руку. Я не буду, ладно, сейчас рассказывать, показывать. Чуть-чуть добавить. Нет, покажу. Просто как это делается. Вот. Столечка. Достаточно. Кремика. Легенького. Любого другого можно. Не обязательно этот, да. Дальше. Я сначала психанула и сделала пять капелек. И сразу вернулась вот в такое темненькое лицо. Сейчас-то у меня, конечно, и биби, и все. Но по трешечке достаточно. Вот три капельки трешечку. Раз, два, три. Все. Дальше. Замешала вот тут. Крышечку положила. Сначала я размешиваю здесь. Потом разношу по рукам. Вот так, да. И уже начинаю все лицо как бы вот. Я сегодня уже это делала, поэтому я не буду. Я боюсь, что буду прям это чебурашкой. Обязательно попадаю в корни. То есть вот такими движениями полностью. За ушком прошли. Да. Шейку. Все, все, все. Я даже как бы под глазами на глаза. Все, 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 все выровняли. И все, что осталось на руках, извините, как бы, да, вокруг того, что под купальником было. Потому что тоже, чтобы чуть-чуть выравнивать. Возьму салфеточку, вытур. И обязательно потом идите и помойте ручки, потому что любой автозагар все равно оставит такую желтизну. У меня подруга как-то пришла с такими желтыми ладошками и говорит, ну да, говорит, вчера такая на ночь намазалась и заснула. И вот у нее прям такие желтые ладошки. Поэтому не забываем. В принципе, вот так можно поддерживать в течение года вот тот загар, который мы сделали. И еще раз я очень вкратце пробегу по тому, какой принцип загара я использую. Соответственно, теперь уже буду всегда скрабироваться. И когда ты прилетела, ну, используем, да, вот эти нейроактивные часы для загара. Когда прилетела, намазалась, ну, в принципе, тридцаточка нормально. И по часу начинаем загорать. Потом добавляем. Потом, наоборот, можно уже уменьшать степень загара. И, в принципе, прийти в три часа, в четыре там на море, как бы не на пятый, на пятый, четвертый, пятый день без кремика там поплавать, да, 20 минут полежать на солнце. И потом опять намазаться тридцаточкой и лежать. То есть это для того, чтобы как бы, ну, чуть-чуть ускорить, да, процесс загорания. Вот такой момент. Но купила я тут книжку и понимаю, что, скорее всего, в следующем году я буду загорать совершенно по-другому. Потому что я купила книжулю, которая называется «Что скрывает кожа». Есть подозрение, что вообще жизнь не будет другой. Я прям уже очень хочу ее почитать. Мне кажется, каждому нужно читать эту книгу, потому что здесь про все. Про, ну, исходя из того, что про целлюлит, про, извините, секс и кожа, эрогенные зоны, сексуальные троицы. Потом про, почему нас любят комары, осы, всякие там окны прыщи, татуировки, нейродермиты. И какие душевные тайны, тайны выдает кожа, короче, про питание. В общем, все. Я буду, наверное, рассказывать какие-то откровения, потому что уверена, что это прям будет грандиозная вещь. Вот. Быстро про загар.